Рад видеть Григория Осипова, надеюсь, Ольга, Роман Борисович, можно сказать, анонсировал на последний пресс-матчевый, на последний пресс-конференцкий, да-да-да. Привет всем, дорогие друзья! Сегодня у нас хоккей в Санкт-Петербурге очередной. СКА принимает Нижегородская Торпеда. Второй матч серии 1-8 финала Кубка Гагарина. Очень-очень скоро матч начнется. По составу команд мы уже смотрим. Особых неожиданностей не замечаем. Главный вопрос, кто займет место в воротах СКА? Никита Серебряков сегодня займет место в воротах команды СКА. А так, собственно, никаких особо неожиданностей в составе не обнаружено. Ну а место в противоположных воротах займет Иван Кульбаков. Также по составу армейцев очень интересно и интригующе выглядит третье звено, такое боевое достаточно оно. Это Александр Гальченюк, Захар Балдаков и Брэндон Лайпсик. Будет интересно. Да, ну и конечно же, нам как любителям МХЛ и ВХЛ Григорий Кузьмин, наконец, уже второй раз в заявке на матч и желаю ему проявить себя обязательно, забросить шайбу или отдать голевую передачу. По составу торпеда каких-то неожиданностей прям в глаза не бросаются. Все, кто должен и имеет такую возможность играть, играет. Что же касается рубрики Старые Знакомые, то Олег Ли, четвертое звено, левый нападающий. А, кстати, тут еще и в торпеда третье звено достаточно такое подстать. Армейскому тоже очень серьезное. Бобби Линч, Василий Атанасов и Никита Артамонов. Так что хоккей будет интересным, это 100%. Скоро уже он начнется. Скоро команды выйдут на разнинку предматчевую. Все посмотрим, все покажем. Выдыхаем. 2-1 в пользу торпеда после двух периодов. Очень напряженный второй период выдался сегодня. Счет открыли гости. Потом его же удвоили гости. Счет стал таким образом 2-0. Ближе к концовке периода Сергей Толчинский отыграл одну шайбу. И уже после истечения времени игры, счет стал, мог бы стать 2-2. Там даже просматривать не стали. Все было четко видно, что шайбу ребята забросили уже после истечения времени игры. Так что наш ждет просто феерический и огненный третий период. Смотрим, переживаем. Каждую из них свою команду. Работа в пресс-центре кипит. И здесь тоже. Продолжение следует... Работа в пресс-центре кипит. В горле пересохло от такого хоккея в третьем периоде, какой был. Хоккеисты СКА делали все возможное для того, чтобы сравнять счет. Им это, слава богу, удалось сделать в самой концовочке. Миша Воробьев в большинстве забросил шайбу в формате 6 на 4. Теперь нас ждет повертаем продолжительностью 20 минут или до первой заброшенной шайбы. Это будет нервно, волнительно и абсолютно никто не может предсказать, чем закончится этот матч. Первый повертаем этого матча подошел к концу. СКА в нем просто доминировал. По-моему, буквально парочку бросков удалось нанести команде Торпедо за этот 20-минутный игровой отрезок. СКА забросил шайбу, но ее отменили, так как она была заброшена после остановки игры. Как уже бывало в этом матче, по другому мнению, что она была заброшена рукой. Ждем еще один, уже пятый по счету период. Будет нервно, волнительно, интересно. Субтитры подогнал «Симон» Закончился, наконец-таки, этот фантастический матч. Практически полторы игры посмотрели зрители в пятом периоде. Эта игра завершилась. Василий Глотов стал героем этой встречи. Ну что, мы поздравляем команду СКА с победой. И отправляемся домой. Раскладывать впечатления по полочкам от этой встречи. Ну и главное, делать для вас контент, дорогие наши друзья. Следите, смотрите. Мы стараемся для вас.